На 10 ордере лот 5.12. Такой лот встречается очень-очень-очень редко, только при определенных каких-то обстоятельствах. На реалах, на демо-щетах такой лот практически никогда не встречается. При этом советник практически все свои ордера локирует, и большие объемы ему не страшны. Дальше на тестере вы все это увидите, как это происходит. Тип Мартина 4 по числам Фибоначчи. 0.1, 0.1, 0.02, 0.03 и так далее. Соответственно, на 10 ордере, обратите внимание, здесь 5.12, здесь 0.55. Это дает живучести советнику и уменьшает просадку в разы. При этом немножко сокращается прибыльность. Но лучше зарабатывать по чуть-чуть и стабильно каждый день, нежели много и один раз в году. Поэтому тип Мартина 4 тоже довольно-таки хороший тип Мартина для использования на демо или реальных счетах. Итак, теперь давайте мы с вами сделаем тестирование советника и оптимизацию. Мы проведем на терминале 509 версии, это последняя на текущий момент. Котировки у нас прокачаны, пара евро-доллар загрузить. Да, нет новых данных, поэтому я загружать не буду. У меня уже прокачана история. У вас же, если история не прокачана, вам это нужно сделать. Теперь по оптимизации. Как делается оптимизация? Нужно подобрать, а еще лучше, чтобы компьютер нам подобрал наиболее прибыльные параметры. Выбираем нашего советника, пару евро-доллар по ценам открытия, для того, чтобы это было быстрее. Дату используем. Я использую с 14 января, так как использовать более ранние даты, например, с 14 декабря, не имеет смысла. В это время цена ведет себя неадекватно и в эти моменты лучше вообще не торговать ни руками, ни советниками, никак. Визуализацию мы отключаем. Спред я ставлю 20, это как бы максимальный спред на тех брокерах, с которыми я работаю. Период часовой, ставим галочку оптимизация, свойства, параметры, дистанция. Начнем с 10, будем прибавлять по 10 и остановимся на 400. Степ с минус 100 начнем, будем прибавлять по 10 и остановимся на 100. Старт лот мы не оптимизируем, этот параметр мне не нужно, он ведет только в заблуждение. Тип Мартина мы возьмем 4, оптимизировать. Так мы его тоже не будем жестко работать на четвертом типе Мартина. Мани Клосс 100. Почему 100? На каждые 10 тысяч рублей я использую 100 рублей для закрытия. На каждом 0,01 лоте. То есть на каждой 0,01 лота я ставлю 100 Мани Клосс. Если 0,02, соответственно 200. Это сумма, при которой закроются абсолютно все ордера советники. В тестере я вам покажу, как это происходит. Шаг в P. Начнем с 1, прибавим 1 и остановимся всего на 3. Плюс параметр. Начнем с 10, будем прибавлять по 10 и остановимся на 100. Мэджики и Слипач мы не оптимизируем. Они абсолютно никак не влияют. Во вкладке оптимизация ставим галочку напротив максимальная просадка и ставим 30. Свыше нас просадка не интересует. Можно поставить еще меньше. Кнопкой Enter подтверждаем. Ок. Дальше запускаем оптимизацию. Сейчас компьютер будет делать прогоны истории с советником с разными параметрами. И все результаты будут выходить во вкладке результаты. На график оптимизации будут появляться точечки напротив сумм прибыли. Пока у нас будет идти оптимизация, она у нас по плану будет идти час 25, но мы столько ждать не будем. Мы дождемся 20-30, может быть 50 параметров и остановим оптимизацию. На своем компьютере вы можете сделать оптимизацию полную. С более количеством проходов, с большим перебором входных параметров. Пока у нас идет оптимизация, посмотрим наши демо-счета, на которых работал советник. Это демо-счет, на котором советник, старая версия всегда заменялась на новую. И вот такой вот результат получился. Не советую вам подписываться здесь на сигналы, так как сигналы здесь запаздывающие. Прибыли вы не получите отсюда, а можете получить и убыток. Данный сервис я использую только для мониторинга демо-счетов и мониторинга того, как работает советник. Прирост 322%. Начальный депозит 10 тысяч рублей. Просадка максимальная была 8,5%. Запущен советник с 21 мая и обновление последнее 29 июня. Грубо говоря, за месяц 322%. Я хочу сказать, что это очень-очень большая прибыль. На реальном счете вряд ли такое обоят. И не старайтесь добиться такой прибыльности. Это может привести к печальным последствиям. Не имеет смысла. Можно потерять только деньги. Теперь, следующий мониторинг на мой Facebook. Там работала одна из первых версий сеток. Сделала тоже хорошую прибыльность. 333%. И на этой доходности она была установлена. Так как нужно было тестировать более новые версии. Новые версии тестируются с начальным депозитом в 10 тысяч рублей. И ставить сюда какую-то другую версию, которая будет давать больше прибыльности. И сказать, что здесь проработала одна версия советника, это будет неправильно. Поэтому советник начал тестироваться на новом демо счете с 10 тысяч рублей. И этот мониторинг будет выложен чуть позже на данном сервисе мониторинга. Здесь можно посмотреть практически все. Открытых ордеров нет. В истории 508 ордеров. Как они открывались, закрывались. Открытых позиций на текущий момент там не должно быть. Потому что счет закрыт. Закрыт. Последнее обновление 30 апреля. 30 апреля. В среднем советник может давать в день 1-2%. Нормальным считается 40-44% в месяц. Свыше 50%, свыше 40% это уже будет рискованно. Где-то какие-то параметры у вас подобраны, рискованны. Не старайтесь, не стремитесь заработать миллион процентов за месяц. Это приведет однозначно к сливу. Также важно понимать информацию для горячих людей, для горячих голов, как я называю. Советник может слить. Поэтому особо не надейтесь. Есть возможность зарабатывать, он зарабатывает. Но бывают такие периоды, где он может слить. Это не грааль. Но будьте аккуратны. Советник может зарабатывать. Я на нем работаю на реальных счетах. Я зарабатываю. И вы тоже можете заработать. Можете и потерять. Поэтому будьте аккуратны. Посмотрим, что у нас здесь с оптимизацией. Уже 26 параметров. 26 прогонов сделал советник. И лучший прогон на 3300 долларов. С просадкой в 9.39%. Подождем еще немножко. И сделаем выборку. Ручную выборку параметров. Итак, смотрим, что у нас тут получается. Советник подбирает. Видите, что у нас с просадки нету больше 30%, 20% есть. Потому что мы поставили ограничения в настройках. Каждый проход, терминал пишет, при каких входных параметрах был достигнут такой результат. Давайте теперь, наверное, на этом остановимся. Есть у нас интересный, хороший прогон. Да, довольно-таки хорошие параметры. Тоже довольно-таки хорошие. На этом и остановимся. Результаты оптимизации. Мы их правой кнопкой на них щелкаем. Сохранить как отчет. На рабочий стол. Сохранить. Открываются они в браузере. Это нам не нужно. Мы в экселевском файле их откроем. Открыть. Рабочий стол. Вот у нас что получилось. Те прогоны, которые у нас самые адекватные, мы их подобрали. Теперь мы их вручную отфильтруем. Установим. Выберем просадку менее 20%. Числовой фильтр меньше 20%. Так, прибыльность мы возьмем больше 2000. Больше 2000. И у нас есть 4 параметра. Но поскольку мы долго не делали оптимизацию, у вас может быть сотни, даже тысячи параметров. Поэтому нужно будет фильтровать, фильтровать и оставлять буквально 10 прогонов, из которых можно выбрать какие-то адекватные параметры. Смотрим. Проход у нас. Проход 18. Самый прибыльный у нас. Смотрим. 18 проход. Правой кнопкой. Установить входные параметры. Теперь эти параметры установлены в сам советник. И мы можем запустить тестирование в терминале. Индикатор Bollinger. Это у меня шаблон никакого отношения не имеет к советнику. Мы удалим. По монитору. На мониторе отображается информация по всему счету. Информация по входным параметрам советника. И профит за каждый день. Здесь взято, по-моему, 15 дней. И за 15 дней вы будете видеть профит. По каждому дню. Сколько советник, какой день заработал денег. Вот таким вот образом проходит у нас тестирование советника. На все вопросы, если у вас возникают какие-то вопросы, вы можете оставлять их на форуме. На сайте trading-go.ru Можете писать в skype trading-go.ru Или на почту trading-go.ru Собака.лист.ru Посмотрим на график результата по торговле советника по подобранным нами параметрам. График практически хороший, чистый, идет вверх. Спасибо за внимание. Видео подготовлено для сайта trading-go.ru Смотрите, советник открывает пачку ордеров. И при этом просадки практически нет. Это происходит за счет локирования позиций. Спасибо. До свидания. До свидания.